Привет, друзья! Прежде всего я напомню, что у нас вебинар будет «Как снять страх рукой» в четверг в 21 час. Во-вторых, я хочу... Ролик записал очень важной скорой помощи, как я помогаю человеку в тяжеленном состоянии быстро выйти из стресса. Ну, запросил разрешение, можно показать? Я же без разрешения никогда ничего не выкладываю. И жду, и выложу. Это будет помощь для всех. Там очень хороший пример, как это делается. Так вот, слушайте, тут очень интересный вопрос возник, потому что я разговаривал со своим старым другом, академиком Райен, он независимый эксперт, Александр Простов. Мы с ним много лет дружим, но дело в том, что мы с ним переписывались, и он говорит, вот ты в своей школе, человек, бывшего хомофутуруса, говоришь языком таким вот близко к популярному, почему бы тебе не говорить языком близким действительно к науке, раз вы говорите о науке человечности, а я же там определение пытаюсь вместе с вами создавать, что такое любовь, что такое человечность, что такое сопереживание, созидание, чувство бесценности живого, чтобы мы все не эмоционально, каждый по-своему эти расплывчатые понятия понимал, а вместе на основе науки человечности, создавая ее, создавали общий единый язык международный, чтобы все понимали друг друга, вот на базе развития науки человечности, как генератора образа будущего. И мы с Александром Простовым в этом, в нашем своем личном диалоге вдруг застряли. Да прямо могу сказать, потому что я не понял. Он говорит, ну, все же понимают, что такое понятие смыслы. Я говорю, а что под этим ты подразумеваешь в своем утверждении? А он говорит, как что? Ты не понимаешь, что такое смыслы? Мы же должны открывать люди сегодня, если говорить о генерации образа будущего, открывать новые смыслы. Я говорю, слушай, а что такое смыслы? Ну, и вот затеялся разговор, я вас хочу попросить, друзья, вообще понятие слова смысл, которое мы все слышим сто раз. Смысл, смысл, смысл. Ну, по моему мнению, каждый понимает по-своему. Ну, конечно, можно заглянуть в справочники, там, на латыни, там, что же это такое. Можно заглянуть в энцепоклопедию, что вы, собственно говоря, можете и сделать. Но я вас прошу помочь. Давайте вместе мы определим базовое, ключевое слово, понятие смысл. Что это такое? Для меня, например, смысл жизни есть в том, что я там люблю думать, мечтать, чувствую свою потребность, созидание. У кого-то совершенно другой смысл. Когда он слышит смысл, он чувствует другую какую-то реальность в себе. Ну, не знаю, вот, например, даже когда Христос сказал, люби ближнего, ну, каждый услышал, наверное, по-разному, потому что кто-то подошел и спросил, а что значит ближний. И Христос привел пример. Причу о саммирянинах. Ну, помните, да? Ну, вопрос-то заключается в том, что без диалога, оказывается, без диалога, оказывается, не получается, потому что мы все люди вроде бы как все вместе, а живем как на разных планетах. Каждый понимает по-своему. Вот давайте дружно, друзья, возьмемся за руки и вместе предлагайте в комментах сейчас, как вы понимаете понятие слова «смысл». Да, понятие слова «смысл». Что это означает? Может, всем понятно, только мне непонятно. Ну, может быть, но давайте уточним. А коммент я старого-старого совершенно разговора, интересного, который происходил у меня с Александром, Простовым, на канале «Глобальная волна» Ярослава Старохина. Да, очень интересный был тогда видеоразговор. Посмотрите, чем... Ну, что такое национальная идея, почему мы все время переписываем свою историю заново в нашей стране. Ну, много там интересного. Посмотрите. Я прикрепленным комментом сделаю. Пожалуйста, пишите комменты. Что такое понятие в слове знакомым «смысл». Продолжение следует... Такое отец. Потому что... ... ... Продолжение следует...